всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня 4 0 3 2022 года россия развязала войну на украине уже больше недели знаете я говорил что я уже несколько роликов записал о своей позиции о пацифизме и у меня полно ролики о национализме о фашизме и патриотизме в принципе в плейлисте любовь к врагам отечества все вы сможете найти я в конце еще раз дам ссылки на свои ресурсы но сегодня я решил продолжить выпуск роликов близких к современным событиям поэтому мы с вами вы смотрите мой ролик я у назвал игры войну ну войнушку да к чему все это приводит тех кто с этим огнем с детьми дьявола играет в дьявольские игры ну ролика назвал национализм стрелочка милитаризм стрелочка фашизм история путлера ее закономерно печальный конец я сам живу в россии я никуда из нее не уехал на сегодняшний день у нас вводится полная военная цензура у нас идет полная узурпация всего что только можно истребление все что только можно свободных сми уже практически не осталось блогеры еще совсем несколько немного людей об этом говорят и буквально сегодня в думу будет не то что будет или не будет он уже можно сказать рассмотрим все знают как работает наш бешеный печатный станок по производству репрессивных законов под названием государственная дума да и муниципальные местные такие же органы власти все точно также поддерживает и штампует сегодняшнего дня любой призыв ну в общем полностью военная цензура все кто не согласны с политикой партии все кто выступит даже за мир против войны за мир ну сроки от 3 до 15 лет я естественно как вам всегда говорил ничего не боюсь тот может скажет мне терять нечего знаете конечно любому человеку есть что-то терять ну действительно наверное у меня нет семьи меня нету имущество хоть у меня есть там домик в котором я живу сейчас да но у меня есть все внутри этого достаточно все что есть вокруг меня не имеет никакого значения и то что есть внутри меня любовь свободы и вечная жизнь никто у меня отобрать не может я поэтому даже уже этими роликами последними или подобными с моих каналов не призываю делиться это выбор лично каждого потому что будут час сажать и за выписывать штраф огромные сажать и там или штраф огромный или посадка ну и второй раз уже без всяких штраф все равно тебе посадят вот дело лично каждого из вас причем вас могут посадить я так понимаю но как и меня даже за репост личности вы кому-то в личку отправить и возможно даже вашему родственнику друге или другу он на вас настучит и вас просто за кроме да вот поэтому делайте выводы сами ставите лайки делиться этим роликом берите всю ответственность на себя чтобы потом ни на кого ее не сваливать как вам проявлять свою любовь в делах и поступках на это на 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 эту тему меня тоже только недавно последний крайне вышел ролик уровне самопожертвование но сегодняшнее видео опять о патриотизме фашизме национализме она очень актуально на картинке вы все видите гитлер стирает слезу с лица путина знаете все иллюстрации которую сегодня будет ведь они взяты из интернета они не у них нет цели кто знает что я веган христианин и проповедую любовь в том числе ко всем людям да и эти картинки не как мне уже один там написал я пост выложил в сообществе на ю тубе и он написал там я выложил вот эту иллюстрацию который сейчас на заднем фоне на значке видео написал не клевещи убери картинку вот я хочу сказать для непонятливых что это никакая не клевета то что сегодня творит путин это не это вот эти картинки отображают просто реальность вот поэтому это никакая не клевета не ложь это правда вот ее нечего бояться я никогда кто знает не порочил людей никогда найти есть на вот именно обсирают там на каналах с кем-то там закусываются не все что я сегодня буду иллюстрации они будут посвящены путину да они отображают внутреннюю сущность человека просто вовне и как иисус нас всех научил узнавать волков и людей всех и хороших плохих как по делам поэтому естественно дела человека свидетельствует о его внутренней сущности внутреннем мировоззрении внутреннем человеке его да кто он есть вот поэтому я надеюсь вы все это понимаете кто нет я постарался объяснить как я уже сказал ролик называется тут тяжело знаете поставить стрелочку я попытался там как-то эти слова мы живем в пространственном временном измерении но по сути все эти вещи национализм я всегда вы кто мои ролики видел за все это время мои 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 проповеди в интернете я всегда национализм стало равно фашизм и во я хоть этот ролик и назвал национализм стрелочка ведет типа к милитаризму а милитаризм к фашизму вы знаете это святая троица да любит религиозные люди христиане псевдо христиане употреблять такое понятие вот это святая троица на самом деле там нет ни больше ни меньше милитаризм фашизм национализм это все абсолютно одно и то же это все об одном там может быть уровни отличаться и как бы одно из другого вытекать в какой-то в каком-то обществе стране там неважно может все это из милитаризма так скажем больше ноги расти где-то начинается национализм это не суть важно поэтому я хоть так ролика назвал да вот и почему сегодня я буду все это делать на примере путина потому что как раз вот все что о чем я говорил шесть лет кто-то мне тоже плевался в меня кто-то не принимал кто-то так рукой машет что там неси неси имели твоя неделя да о чем я говорил у нас просто есть в истории теперь и знаете люди настолько невежественные я вот сколько тоже убеждался да вот что это второй мировой там да и голову забили им что там великая победа первые какой-то там отечественные да с наполеоном еще что-то люди эти всю информацию знают знаете такими тезисами где-то что-то услышали им голову это били даже не утрудились там прочитать какие-нибудь исторические книги пусть даже любая историческая книга по сути тоже может к чуть ли не пропаганда порой даже не понимаешь кто и писал в какое время кто и переписывал кто знает как каждая когда строй круто менялся там вот у нас в той же сам россии легко рассмотреть да когда там царский режим советским сменился советский сейчас так называемым каким-то капиталистическим непонятные тоже формы да до этого там вообще были разрозненные при племена какое-то время там до империи так называемые жили да вот то есть конечно и каждая каждый режим каждый строй в историю всегда переписывал коверкал под себя это всегда так было либо наоборот нагнетал порой даже чего не было тут тоже свои косяки были чтобы показать весь ужас предыдущего строй конечно на свет божий вытаскивали то чего на самом деле даже не существовало этим тоже грешили да вместо того что просто открыть всю правду до могли конечно и извращать все в угоду своим интересам чтобы уж совсем демонизировать ты даже те места где там ничего плохого не было да вот это очень важно и просто в современном мире на примере путина мы можем с вами увидеть до чего доходит вот это вот игрушки в этот национализм о которыми я постоянно говорил у меня сердце рвалось всегда на как вы знаете как и культы до чего доводит поэтому я так всегда борюсь с этими религиями до православием каталицизм протестантизм потому что это дьяволы и доводит это все до дна ада это все не просто так не просто так я с труппажорами бьюсь до все это доводит именно к этому не бывает маленького греха вчера до георгиевская ленточка у тебя на этом как там куда-то на на зеркала вешают или на антенке у машины завтра ты эту вешаю ленточку уже вешаешь на ствол до танка и убиваешь тысячи людей вот и все поэтому все эти картинки мне за них возможно грозит тюремный срок вот но я ничего не боюсь каким сказал и да все что для меня в жизни важно это истина и правда эти картинки абсолютно отражают реальность сегодняшнего времени конечно путин эту же историю он сам себе подписал по плоти можно сказать смертный приговор да вот но конечно же вот я пляшу не на костях уже до путина да и всего режима потому что сколько это еще продлится неизвестно конечно люди абсолютно недооценивают что сегодня происходит на сегодняшний день происходят ужасные вещи и и я я не пророк конечно и мне это не открыто я не буду тут выпендриваться да но я вижу что нас ну я не знаю либо третья мировая идет это реально и она любая война кто не в курсе почему я сказал никто ничего не знает да как проходит войны тут даже нельзя сказать либо третья мировая либо гражданская война это все одновременные события и мы к ним идем вы сейчас по маленьким всем этим шагах шагов видите сейчас еще не третья мировая но война с соседней стороной соответственно как внутри все зажимается да даже накачивает все будет взрыв гражданской она конечно же будет потому что люди будут не согласны с этим люди будут во-первых жить экономически а когда ужасно когда карман у тебя дырявый становится люди начинают возмущаться и доходит просто людям детей кормить элементарные еще или это-то всегда проживет она же последний она же на самом верху пищевой цепочки им всегда хватит пока все люди не сдохнут уж мы все на ним и все их не рабы вот ну и прежде всего сначала есть господина там чё падает это всегда так было раб стоит у стола пока его не отпустит пока хозяин не насытится поэтому надо понимать они даже не понимают что там с народом внизу происходит там они дохнут как мухи ну конечно да и начнут уже дохнуть у них выбора не будет возьмутся за вилы все поэтому всегда во времена вели войн каких-то внешних всегда обязательно в любом стране в любое государство идет внутренне гражданская война это обязательно тебе рассказывать для тех кто никогда такими вещами не интересовался поэтому говорить будет ли третья мировая там гражданская война в россии это будет одновременно вот если сейчас мы долбим там украшения но еще не массово у нас уже идут протесты да и все это будет конечно будет чуть отставать вот внешняя агрессия будет больше потому что она была и началом то есть она шагает зеркально это как зеркало сюда сюда отразилось у нас 1 так как мы начали не за гражданская бывает наоборот гражданская начинается и начинается внешние войны тут бывает по-разному может так быть может по-другому вот ну так как мы видим как началось сейчас в россии да то есть началась внешняя агрессия теперь зеркально будет отражаться внешние внешние вот это вот нагнетание ну и как хотите гражданская война или революция все что угодно это однозначно будет вопрос когда и сколько это продлится я не знаю вот конечно если через неделю будет там революция то революция будет жесткая это будет с кровавыми бойнями с убийствами с мародерством с разграблением и богатых и бедных это будет жуткий кадр мы все это с вами в ближайшее время если это все начнется если сейчас тот ужас который внешняя агрессия идет не закончится то все это мы с вами узорим вот и сколько это будет лиц потому что там наверху слишком много людей в этом уже измазанных в этой крови и вообще в этом режиме им есть что терять и они будут сопротивляться до последнего и свергать их будут только перерезая глотки по-другому не так не многие даже доживут даже до суда немногие смогут сбежать до ну те кто там наверху режима вот этого вот это будет печальные кадры мы с вами все это будем видеть собственной стране кто живет в россии или кто-то будет там из-за границы наблюдать за всем этим вот сейчас кажется я нагнетаю нет это просто к этому все уже пришло война идет я хочу сказать еще знаете я хочу сказать вот эту вот печальную вещь посмотрите как мы спокойно живем вот казалось бы еще вчера мы же жили в мирное время до еще вчера нам казалось все это нереальным сегодня идет бомбежка соседней страны и мы все равно спокойно живем заметьте человек он спокойно реагирует абсолютно на все вот казалось бы если это завтра будет мы что-то у меня что-то в голове переклинит мы как-то будем жить нет мы скажем про нет нет спокойно россия смогла просто бомбить соседнюю страну убивать людей и ничего мы дальше с вами спокойно живем ходим на работу пола больше половины населения россии это одобряет еще половина половины и насрать вообще на все в жизни да вот еще половина от этой половины это трусы да ну тут как хотите принимайте да я понимаю что у всех есть свои отговорки всех семьи дети имущество да вот принципе страхи порождаются всеми этими причинами это понятно вот ну факт остается фактом да поэтому те кто топит за свет их единицы да и поэтому заметьте как мы спокойно все это воспринимаем абсолютно спокойно терю когда там пересказывают уж из ужаса великой томате да было много ужасов заметьте как люди к этому относятся вот казалось бы в уме нормального человека поэтому светлые люди начинают бить в колокола еще за много у тебя сыру мой будет слушать там про третью мировую правда не да нет мы не способны принимать зло нам кажется это невероятно когда это происходит мы потом спокойно к этому относимся это безумие вот безумие вот этой вот знаете такой адаптации человека сначала это все отрицает якобы когда это начинает быть он потом спокойно к этому относится это отвратительно и ужасно к сожалению в природе так назовем человек на самом деле это его свободный выбор он свободно выбирал к этому вот так вот относиться бояться или быть равнодушным а еще возможно и творить зло за все это топи а то есть такой же свободный выбор потом его и дальше оставаться равнодушным опять это принимать уже ту ступеньку ада на которую мы еще свалились поэтому к сожалению печально ну так как я выстроился цепочку все таки я еще раз хочу поговорить о национализме да вот это все вот эти знаете футболочки особенно знаете мы русские мы русские с нами бог а вот я даже такой нашел слава богу мы русские и такое такого дерьма в интернете полно знаете вот я все время за это говорил вообще и роликов уже много на это записал но здесь еще раз скажу все начинается вот вот с этого с маленького вы знаете вот это вот гордость да по плоти не зря я он богослов так и говорил все в мире гордость житейской до похоть плоти похоть очей и гордость житейское вот это вот это кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего почитайте первое послание на богослову кто никогда не читал или перечитаете муж кто плохо читал или в памяти забыл вот это гордое житейское кто от меня слышите очень редко употребляет такие вообще слова что этом русский если употреблять только потому что это уже стало нормой я об этом говорю то считаешь как мы говорим слово огурец или апельсин нас просто поделили и в паспорте мне написано что я там русский кто-то китайцы или американец никто никогда от меня за всю мою жизнь не слышал от меня чтобы было произнесено с чувством возвышения или гордости за то что я русский когда рассказывают сейчас про фашисты в украине то кто мои соотечественные родственные соотечественники и моего возраста может чуть помладше ну и старше да тут может вспомнить что когда после ссср когда у нас была хоть какая-то такая демократия давать начались шатания до ля 90 как у которых все боялся и которые все якобы которыми запугал нас путин до времена были тоже непростые но была такая называемая все-таки свобода хотя бы у нас точно такие же националистические партии были кто может вспомнит мои сверстники да это рн е русско национальное единство такие же фашисты эти ребята у нас по городу толпами ходили в черных этих куртках штанах берцах меня от них тошнило и вот казалось бы я молодой все было нам было всем мы прям могли в это все затянуться ну как и в наркомании во все что угодно да и мол отрочество молодость самый так и нежный возраст в этом плане да вот никуда меня не затеял я на не смотрю нам они бумажки листовки раздавали они в партиях были они по моему государственную думу даже прошли сколько набрали у них этот лидер балашов или балахов какой-то я не помню забыл фамилию кто-то может комментарий напомнить то это был и это не только это я говорю там государством москве у нас воронеж весь был забит имя они там в центре туса они в дом офицера все время собирались в центре города там мы их знали все они марши стали делать пожалуйста все было чужо никто на нас не нападал тогда душить ирне и это только ирне и это сама крупная она там прям расплодилась и так массу массово начала ребят вербовать так скажем да мне вообще всегда вот это поперек горло вставала я не понимал в чем чем гордиться даже тогда но насколько я там был начитан образован ими никто не воспитывали да не папа там не мама да не школа вот планет как тут бог управляет сюда в жизнь ну понятно душа я не молодая древняя и все это понятно да вот так вот вот чего все это начинается вот этих вот стишков идиотских до патриотизме в школе детей своих этому дерьмо учим это говно в голову им вкладываем от школьной скамьи от садиков уже вкладывает это говнище вот и чем все заканчивается вот это ну а чем это все подпитывается георгиевскими ленточками вот этим всем барахлом вот но в плане философии чем вот смотрите вторая мировая война сколько тут они в россии да прям языки все постерли все эти 9 мая все эти блевоцкий 23 февраля все эти 9 мая такие же блевоцкий в чем день папеты то я от сколько говорил кто меня вот старые ролики посмотрите в чем праздник то это горе и не то праздник со слезами на глазах а их посмотришь посмотрите на сам праздник как у праздновать вместо того чтобы знаете сесть по домам всем до траур на себя как в библии написано в речи это надеть рубище да не праздничные медали и и все самое чистое белое наоборот рубище на себе надеть день траура у любого человека должен быть да и пеплом голову посыпать и вспомнить этот день как день ужаса и ада от того что человек убивает человека каин убивает авеля и тогда всегда давал эти сравнение 6 ты поймешь что все люди на земле дети божьи все то тогда русский убивал немцы немцы русский француз немцы немец французы и так далее кто знает что такое вообще вторая мировая вообще понимать хоть почему она мировой у нас не только потому что великий сфер державы бились когда была первая мировая вторая мировая было всю историю вы знаете сколько вот таких вот сейчас такой образный пример возьми час наоборот бы америка не знаю с китаем начала войну бы мы бы завтра же на китай на украину напали бы турция напала бы даже если не участвуя с между большими турция сразу пока большие дерутся маленькие могут решить свои конфликты вот таких мелких конфликтов из-за донбасса из-за крыма из-за турция там борется со своими суннитами этими у них там они не мог свой кусочек израиль там палестина своя в италии до сих пор в испании в европе свои там есть мелкие конфликты у японии свои с нами между собой у китая китай своя тайвань гонконг и так далее там острова неподеленные мы просто этого всего не знаем кто не интересуется вы знаете сколько вторую милару все почему знают все думы что это россия с германией воевал это абсолютно не так вы ничего просто не знаете вы никогда не интересовались второй мировой она названа мировой не просто так почему ты не называют великой отечественной войной там россии с германией да нет кто не в курсе что вторая мировая война нас 39-го года началась а великой отечественной так называемой для россии 41 вы подумайте два года кто с кем воевал вы хоть разберитесь там весь мир полыхал еще потом мировая была не пять лет как многим тону 4 41 якобы по 45 там да нет она была с 39 по 45 вот вы подумайте кто с кем воевал эти шесть лет и узнайте полыхала вся африка полыхала вся южная америку про южную америку чем знаете да она вся полыхала полыхала вся азия да вот вам пожалуйста начинается все с чего с тупой бессмысленной гордости по плоти мы русский что дальше то ну что дальше то ты русский ну и что я русый я блондин что дальше то что тебя делает лучше или хуже кого-то насколько надо быть тупым чтобы вообще произносить вот такие вещи по плоти с чувством какой-то гордости что это якобы отделяет это тоже самое кто знает с религии там евреев кто даже возносит там народ божий избранные какая-то чепуха вот эта вся избранность по плоти до чему она наводит до чего все это доводит вот до чего у человека едет крышняк на наших глазах все это произошло на наших глазах это не маленькая вещь человек убивает другого человека это знаете вот я я ее это картинка вот кажется кому-то уже неприятный да но я говорю давайте я вам такую более миловидную поставлю посмотрите какая все это начинается с маленького всегда я реально сегодня буду говорить прямо о пути путина да ему конец да он уже часть история да ему придется пережить ужасный опыт гиены за все те злодеяния что он натворил человек это вообще не вне реальности сейчас вообще не понимает что происходит в мире эти люди мы все живем конечно в своем маленьком мире вы знаете именно поэтому иисус в пустыне отверг славу богатство и власти и алчность да именно вот поэтому потому что попадая в это он становится безумным конечно же путин это обычный жулик это обычный вор еще питерские да и все что интересовал этого человека это деньги ну власти слава там все параллельно да но в основной своей мазь конечно же просто это просто алчность обычная элементарно вот и все по поводу его всего этого фашизма конечно же тут три варианта первое вы поймите там кто наверху они ни во что не верят их бог чрева или их бог мамона как угодно да и то и до суть об одном и понятно всю эту дурь пихают просто народу как говоря он сам сидит на большой куче да но говорит почему-то вон те хотят прийти и у вас отобрать хотя мы все с вами нищеброды вот да и этим нищебродом идиотом вот в теку втыкают что вот кто-то хочет прийти америкой завоевать россию в америке зарплаты от пяти тысяч долларов до в россии пяти с 500 долларов и почему-то нас уверяет у него понятно да у него то отберут на что у него зарплата миллиарды долларов того самого путина да конечно к нему придут у него это заберут он лишится всего этого ну он втирает дуракам да что у него почему придут оттуда забирать его 500 долларов нет кто сюда придет в америке такие же рабочие люди он придет сюда работать за 500 долларов где он работал за 500 нет в рабство он тебя будет в цепях порабощать нет сейчас ни одной страны не осталось колонии даже внешних каких-то до общество до дозрел до того с горем пополам якобы вроде бы как внешними оковами никого не сковывают да только вот такими экономическими ипотеками там долгами нищие зарплаты и так далее вот но по плоти никто так из нас америка завоюет на станет лучше жить любой европейской страны даже конечно уж тем более какой там азиатской еще мы сами себя лучше станем жить ну конечно вот зачем вообще америке завоевывать нас из тогда у нас зарплата размоется убирать границы то есть каждый американец обедняет в два раза где 505 тысяч долларов зарплатам с 500 средний станет две с половиной тысячи долларов к нам сюда кто вообще поедет жить работать да никто им это не надо мы к ним повалим конечно если откроет границ скажет мы все вместе да конечно же это идиотизм и и все это начинается вот под такими знаете такой я хороший конец этого всего все это дурь и я про путинка все эти варианты да вот это первый вариант он сам ни во что не верит второй вариант конечно у любого даже деспота есть я вам нельзя все время рассказываю о том что этот образ книги бытия в раю а древе познания добра и зла что там либо перевод неправильно либо написано неправильно там надо добро в кавычках брать либо древо зла под видом добра там об этом речь идет как хотите там либо вы перевели него не 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 просвещенные люди да все писали люди о людях переводили перетолковать до нас дошло там смысл конечно именно в этом поэтому когда-то вкушаешь этого древа ты вкушаешь смерть а почему ты потому что ни одно злое дело она как само зло не творится но все свои злодеяния всегда оправдываем прикрываем фиговым листочком до обертываем в красивую самое дерьмо в красивую обертку поэтому конечно же путин наполовину может верить в сам в свое дерьмо это однозначно во всю эту бесовщину это да конечно может быть вообще идейный фото не фанатиком такое тоже может быть но это никак не оправдывает его злодеяние по какой бы причине не было сознательно он этим манипулирует до наполовинку в это верит на половинку интересует бабки это повод и тут вроде правда он сам себе знает свою совесть все равно у него же есть все равно бог то в сердце маленькой искрой которая дает ему жизнь и дыхание и здоровье и все и на плюс наш пытаясь его просвещать эту искринку над за души поэтому естественно он сам себе находит оправдание во всех своих злодеяниях в жизни в обнищании народа до в терроризме собственного народа до в посадках в лишении людей здоровья свободы и самой жизни конечно находит себе оправдание поэтому на планку как бы в это верит убедил себя в этом да его окружаю окружающие убеждают ну и третье ничем не лучше степени ты их даже и взвешивать все эти три варианта невозможно да он полностью вообще в это поверил да он может сказать отказаться от денег от всего да ну грубо говоря то есть когда его всего этого лишат казалось бы да вот он будет там на скамье подсудимых в обычной рубашки хэбэшной до полосатый стоять если человек здравый если он все это дело там осознанно врал там да или наполовину кто был подвержен этому да то он конечно хотя бы сам себе признаться слава богу если он идейный уже фанатик от слова фанатес до смерти да то он будет даже на скамье подсудимых орать что он был прав да и так далее то есть он так и не то есть настолько его и но это уже полное поглощение легионом бесов да вот мы видим до чего все эти игрушки докатились все вот эти вот национальные да и мы великие микки герои там предки весь этот культ второй мировой войны вместо того чтобы действительно вас плакать в этот день что вообще один человек убивает другого вот погрустить действительно поплакать так скажем о фашистах а всех действительно поскорбить этот день об одной простой мысли что люди до такого докатываются во что превращаются все что такой праздник 9 мая день победы это опять бряться не оружием тонны танков там всех этих мальчиков и задранными головами идиотов на самом деле бессердечных и тупых до шагающих по площади до отдавать честь своему фюреру на самом деле что это за праздник нет они опять все только подпитывает их эту тупую гордость даже там кого-то там победили я уж молчу про вторую мировую сколько говорил вы посмотрите что сделали с европой так называемые три империи победителя посмотрите на что что с европы сделали так называемые да как их вот пытаются таких всех хороших представить что сделал америка англия и россия так называемые что с ней сделали взяли просто поделили на три части как обычные захватчики установили везде свой каждый свой режим если вы такие добренькие были ну хорошо вы истребили все как выглядеть фашистов убили но отойдите на свои земли германия пусть на своих руинах поднимается там были точно такие же хорошие немцы как вы сейчас понимаете как вот мы такие русские которые топим тут за света добро являясь хоть какими-то лучиками света в этом царстве тьмы так оставьте этим светлым людям и пусть они дальше поднимают теперь из руинов поднимаются может и помогите им да же несчастные люди вот такие как мы сейчас с вами посмотреть там точно так же люди сидели кого-то убивали репрессировали вот их все выпустили помогите им свою страну построить нормальным людям да что сделали с польши что сделали со всеми этими странами прибалтийскими да советский союз все свое захапал все это еще германию кто знает поделили до стену построили англия свое там да америка свое там и все хорошо мы поделим и захватили почему нас ненавидят в прибалтике вы узнаете почему почему там все эти памятники ломают да вот почему да люди не хотят жить так как вы им и мы фашисты не нужны были но и мы красный террор до коммунистической идеологии где своих же расстреливают несогласных попов хоть я и против них но я никогда не призывал их расстреливать или на баржах топить до на дне морском кому нужен такой режим кровавый где слова сказать нельзя да и причем топит за это все не зря вот хорошую картинку нашел тоже он там и папы него такой же что тот лысый то есть вот тут и ранее то лидер в наши года нож я ошибаюсь до кого там только нет и пропаганда и все все ну вот главное что там он поп есть вон видите да здесь он в куфе кель как она уже забыл называется вот доигрались и в россии я об этом предупреждал сколько лет топлю за это у меня сердце разрывается я вам не буду сегодня аналогии столько документальных приводить сколько там путин действительно фраз употребляет идеология 1 в 1 если хочешь сказать слушайте вы кто там за фашизм топит за или даже против там вы хоть майн камп то читали вы хоть идеологию фашизма знаете кроме того что просто вот те кто пошли на чужую территорию но если для вас фашизм это то кто те кто пошли на чужую территорию так мы сейчас не мы путин со всей своей и это я как вам говорю это 80 процентов населения поддерживает в россии вот мы тогда уже не мы они уже фашисты самые настоящие если это все что вы знаете о фашизме всю его идеологию почитайте майн камп узнаете к чему все приводится он тоже своих немцев защищал да тоже говорил что больше терпеть нельзя там до притеснения немцев везде и всюду да все то же самое к чему все это реванш вы узнаете откуда первое началось то мировая откуда 2 2 за 1 было реванш а 1 разгорелся кто не в курсе еще и за более меньшего конфликта если знаете сравнить для русских я говорю то даже нынешний конфликт с украиной не конфликта нападение на украину это даже не тот уровень из-за которого началась первая мировая на первая мировая война началась практически ну может быть это что-то среднее между сейчас когда на украину напал россии и когда она так скажем душила революцию в чечне чеченский уровень тоже не совсем подходит но близкий все-таки ближе вот сюда к чечне если взять вот эти две планки ну или хотели где-то посередине вот такой вот уровень был начала первой мировой войны это даже несопоставимы потому что то как он началось там не россия с чечнёй это даже образы несопоставимы я даже не знаю какой вам особенно для русских людей привести потому что то что я вам странно зову вы даже страны не узнаете эти название я вот для русских даже какой-то образ приблизительно даже не знаю какой дать то там вот полыхнула из вот такой крупицы и потом союзник за союзника и пошло поехало одной стороны одни союзники другой стороны другие союзники ну старшие братья и пошло поехал в первый мировой гитлер сам воевал вторая мировая была ничем иным все это сами признавали в том числе гитлер так выражался это реванш за первого месть око за око не зря махатма ганди сказал прекрасную вещь что закон жизни око за око сделает весь мир слепым гениальная мысль она вот так и делает око за око мы сейчас за донбасс там да или еще за что-то хрен поймешь этих идиотов да я уже свою версию саму единственно верную предложил какой если вы такие за донбасс и за все добро топите вы должны были предложить этим людям переселиться на территорию россии с полным предоставлением всего земли дома чтобы люди там живут не в лучшем говне чем мы у нас уровень с донбассом примерно одинаковый с востоком украины они переселились на 20 километров левее и ничего бы разницы не почувствовали да у нас знаете я вам пример приведу у нас когда лет 15 назад тоже в воронеже очень много проси пожаров тогда был я рассказывал как-то я тоже я строительство коттеджи занимался много лет тоже вот и мы попали тоже нас ну как бригада как час нам же сесть на платили им же все погорельцам оплачивали мы встроили дома горели просто там пригороды горели сами понимаете как люди живут да как явно как и все в деревнях да в трущобах по сути-то построили всем новенькие хорошие коттеджи линеечками всем участке разделили хороший газ вода все полностью коммуникации знаете не было бы счастья да несчастье помогло вы знаете сеть погорельцам страдали ну а потом оказалось что не так все плохо вот поэтому вопрос донбассом решить мирным путем был элементарно всем кто не согласен если это наши ру люди русские мы в россии так любим свои же русских кто-то там куда-то уехал томах захотел обратно вернуться или вот какой-то стране гонение началось ну что важно жизнь или смерть да пожалуйста если бы на страна была такая замечательная всем сюда рвались жить-то да я бы так бы рвались там бы не жили а уж тем более когда предлагаешь коридор со всеми удобствами доска ну ребят да вот пожалуйста да то они там с шайгу путин целый кит города собрались опять новый строить у нас заброшенных умерших городов в тьма да какие-то новые города там собрались строить да вы вот людям дайте сколько там живет то на этом донбассе миллион два-три сколько война этих денег сосет вы бы этих военных бы направили бы на неделю на три месяца эти коттеджи строить да там можно без особых образования научить людей хотя бы сяне все в подсобе будут туда немножко специалистов направь до неба за год возвели бы несколько городов за восемь лет как они от войны до донбассе вы могли бы уже рай для этих донбассов построить до лнр и днр как сейчас называемые и все они бы жили спокойно на территории уже россии он у нас ростовского створонская в которого же у белгородской да где угодно строй до чуть за черту отъедь туда и все и оставь ты расслышать украина такая нехорошая по поводу всех тех бред не про над я даже говорить не хочу вот я уже рассказывал пример что как бы то ни было дошли завтра тебе нападут нормальный человек так называемый россии в частности называется христианской страной он никогда не будет наносить никаких предупреждающих ударов об этом иисус христос никогда не учил ломать кому-то ногу руку лишать здоровья свободы ты вот идешь навстречу рассказывал до прошлых видео в примеры стена стоит что-то идет и те пока вдруг у меня ударит дай-ка я ему первый врежу это же идиотизм это вот идиотизм до чего докатилась и более того возвели все это посмотреть не картинки очень хорошая вот так посидел чуть-чуть порыскал и удивился сколько всего он интересного нашлось да вот докатились вот докатились путлер капут вы уже не не путина называют а путлером так и есть я пишу путлер капут во всех этих вот пожалуйста до чего мы можем докатиться до со всеми этими делами так называемыми до чего вы вдумайтесь в чем мы живем вот просто вдумайтесь не откидывайте все это посмотреть что сейчас происходит происходит именно вот это у человека игру хотите да просто его в угол зажимает действительно войны начинают тогда в велики всегда говорили когда внутри попа у нас с экономикой действительно была папа есть все там разворовано давно ничего там нет никаких фондов национального благосостояния до режут эти пенсии так далее чего от хорошей жизни что ли 20 лет человеку руля да у нас все режут и режут где что вы развить это ну так вот и до чего докатилась папа поперли куда-то куда непонятно да посмотрите на эти ну понятно здесь фотошопом лицо представили это зеркальное по сути отражение до гитлер ржет в аду его семена взошли в кремле ну так и есть так есть заканчивать человек прям девальщины самый настоящий это просто дно ада вот вот в самом настоящем смысле слова и более того я говорю кто живет на сегодня ведь что это просто так не закончится мы это это не дно это его дно личное но общественное дно мы еще только будем пробивать и не одно потому что судя по риторике по уже безумие по гордости и заметьте вот опять вы знаете вот гитлера его что считай же не тоже демонизирует он и есть демон это понятно воплоти свое время я не исключу что путин это его реинкарнация да вот но ведь и он в свое время уже был героем нации вот в опять вот вы просто вдумайтесь в это он же был абсолютным героем нации его вот точно также обогтворяли он просто был святым для своего народа где у меня эта картинка то со святошей посмотрите что делают русские сейчас со своим путлером вот один в один герой нации спаситель отец народа спаситель россии если мы сейчас не нападем там да не задушим все один в один конечно как павел говорил духовный судит обо всем плотски ничего не о чем не суету ничего не понимает вот ты смотришь на эту слепоту безумие народа тут как хотите тут знать тоже есть такой помните в химии там прямо обратно зависимой стрелочки формулах тут все конечно взаимное прям знаете одно другое питает вот они этой блевотины на пропаганда народ травят да и он пожирает так и народ сам вот такого вот взращивает это же сидит в миллионах умов и сердец человеческих вот он достойный вы не думать что путинцы путлер современные прям да он прям захватил россию нет это все что наверху конечно не у самого едет крыша посмотрите на него я почему хотел сегодня чтобы вы посмотрите на него 20 лет назад это конечно другой человек да со всеми этими заквасками вот но действительно какие речи там были все это да какие желания якобы и наоборот не было столько зла ни в речах не в делах да еще свобода там просветала про экономичность говорить не буду вообще повезло там и за него касьяна все делал в правительстве до проводил все эти реформы еще гайдаровский там да все переписывать якобы там путин это рассвет сделал не этот как раз за него делал он ты сел он как раз сидел тогда то что делали еще при ельцин ельц тоже не один правило все понятно и вот посмотрите к чему мы вот к этому докатились в святости гитлера не могли многих вот его поклонников до переубедить даже после когда там якобы это фашизм задушили гитлер там куда не знаю пропал не пропал застрелился никто не знает на самом деле вот всю аристократию там все кто его почитал как сейчас почитает путина вся 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 элита да все эти звезды так называемые депутаты вот когда поверьте мне когда путлер капут придет увидеть что многие люди ничего не поймут все равно именно эти люди дальше будут править и россией вот в этом плане с одной стороны ничего не изменить да хотя мы видим конечно германия изменилась поэтому я но это же опять все на время я вот тогда в том ролике в пацифизме и и в ролике уровне самопожертвования то сказал что вернее в самопожертвование это сказал я кстати пацифизме немножко забыл это вот тоже сказать я кстати знаете украину тоже не идеализирую я понимаю что там творится я понимаю что все там то же самое она действительно могла влюб может в любой момент фашистка стать точно так же как там и россии стал уже и когда-то была германия когда-то была франция во главе с наполеоном решившая заевать весь мир тоже под благими намерениями все знаете веру этих людей демонизирует то плане их тоже большие там дураки я конечно же говорю в плане сумасшедшим вы знаете я всегда говорю что я говорю в том плане как такие добрые святые люди как антоне великий там святые ортодоксальных церквей говорили что умный добрый человек это одно и то же именно поэтому там называем безумного потому что это злодеяние конечно да и почитайте там про наполеона его трактат это же очень умный человек очень глубокие мысли говорил там просто нереально там просто утонешь в глубине его мысли вот гитлер совсем не дурак я хоть вам про май камп я у сам не прочитал даться целиком потому что просто вы и вы знаете я много чем интересовался это изучал просто потому что я не могу такое читать не потому что я невежда да потому что я просто такой не я говорю меня нет я недостаточно было рне листовки наши когда раздавали чтобы выкинуть ее на помойку прочитать то вот на одной страничке да и мне уже было все понятно хотя сами понимаете что пишется на листовках там лишь бы завербовать все очень красивых цветах показано да вот поэтому вот посмотрите на путь человека это все знаете вот это все немаленькие вещи немаленькие вещи мы не способны даже знаете когда вот нам я говорю там я я всегда до этого не там с двадцать этим поздравляли в феврале я всегда отнекивался да я всегда писал в ответ и слал свои ролики про патриотизм знаете вот это не мелочи а мы все это знаете пропускаем кого-то там не обидеть или еще что-то да все это не так все вот это да какой стишок да я обзнать вот у меня был в школе там ребенка какой-то заставить дали бы я бы узнал об этом я бы сказал нет это не читать не будешь научил бы че учителю говорить если бы она там чем-то наехал на ребенка я пришел бы сам с ней поговорил бы да то есть надо что-то делать а мы ничего не делаем и все вот это вот попускаем проглатываем вольта я сколько вижу действительно вы знаете даже в моем окружении я к тому говорю к тем даже меня некоторые смотрели по пять лет я такое увидел у них на странице что я ахнул просто то люди которые знают в одной группе были со мной куда я приглашал где собирал так скажем тело христово и они топят за это сейчас я просто в шоке вообще я это просто дурь дурь так что вот так вот вот такой вот путь вот к чему это приводит это приводит просто к аду без мировоззрения единого истинного что бог есть любовь абсолютная любовь бог никого ни на что не разделяет это любовь она ко всем одинаково если даже в этом мире жальшем возле тебе приходится проявлять любовь к человеку какому-то жертвенную любовь защищая кого-то то уже об этом много раз говорил еще раз здесь повторюсь то либо закрывающего грудью спиной как хочешь да я говорю есть возможность у тебя ирю тот же самый вопрос донбассом элементарно решался решался сколько сейчас денег идет на эту компанию огромные деньги на эти деньги весь донбасс можно было превратить в москва у сити лнр днр только на границе россии у нас земли тьма тьмущие поле поля не паханые да у нас таких же кусков по объеме сколько вообще это днр лнр занимает это это просто земли а люди то живут совсем на небольших местах пожалуйста пусть сельцы вы бы для них могли города построить сколько денег ушло и сколько сейчас обещают путин уже там это конечно брехня все я ни одному слову не верю не верю 7 миллионов за каждого погибших семье дадут 7 миллионов на 7 миллионов можно было два коттеджи построить в россии даже 3 коттеджи 3 коттеджи в современной экономике я не говорю про сегодняшний день когда у нас все 3 при условии бесплатной рабочей силы вот этих же самых армейцев или так далее до которые вот эти деньги идут эти же деньги потом убитому якобы семье убитого солдата ушло бы над на 7 миллионов вполне можно 2 300 можно вполне нормальный домик построить земля бесплатно это же государственная пожалуйста нарезайте им прям хоть в чистом поле подводить все коммуникации сколько сейчас уйдет на эту войну с украиной весь донбасс так называемые тогда все весит восточные что там какие регион хотели всем предлагаю пожалуйста какие деньги я это говорил какие деньги идут вообще вот в армии да какие деньги только на эту операцию пошли всем этим дармоедом военным генералов заберите у всех у них у зарплату эту или пусть они работают тогда построили вот эти города бы все бы эти бы люди бы жили просто так без всяких военных операций и весь бы мир был бы на твоей стороне к нам бы люди поехали сколь нифига себе вот это да люди другим людям к нам бы с европы бы поехали жить бы если можно сказать что и да я у добрый светлый человек хочу просто жить радоваться жизни работать да можете меня у себя поселить как вы всем даете мускай да пожалуйста вон земли навалом вот тебе деньги на строительство потом отчитаешься дом построил нет живи работой вот тебе работа такая-такая нет хочешь сам выбирай твари да к нам бы вся европа поехала всем с нами дружить хотели все бы удивлялись и дивились бы на нас по заповеди иисуса христа посмотрите как они любят друг друга и всех вокруг какой путь выбирает вот этот вот человек выбрал путь дьявола самый настоящий путь дьявола такой вот мой ролик я надеюсь его увидит не знаю кто его уже увидит я ничего не боюсь этим хотела показать да вот надеюсь что у кого-то откроются глаза кто все равно подписанному канал хотя слушать с нами даже от канала будет отписываться из-за боязни может быть таких вещей я не знаю вот так что вот так вот у нас сейчас полный капот сейчас будет жуткие репрессии с каждым днем все больше 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 тебя будет лишать здоровья тебя мог даже на улице я так понимаю сбить с лозунгом нет свободы нет войне до за мир и такие же вот дети режима до тебя лишат свободы может быть самой жизни в принципе на тебя наложит огромные невыносимые штрафы которые ты будешь выплачивать там прям миллионами штрафы делают прям миллионами чтобы человек понимал что он это никогда это вся жизнь тогда просто себя в рабство отдать там за один пост какой-то дать в рабство государства тебя просто заберут все что и было на счетах если нет будешь в рабстве работать потому что будешь вечно в долгу вот так вот у нас полный пипец довели мы до этого вот таким вот такой вот жизнью свои конечно собственные кто меня слышат да кто тоже на все это плевал там детей своих в армию отдавали все это вот это вот пап своих по головке гладили мам бабушек дедушек да праздновали 9 мая 20 чевраля георгиевские ленточки вешали у себя на всем чем только можно жалко только на нос себе осталось на уши повесить но куда только не вешали до за родину за русских за царя за родину за отечество все это дерьмо и доводит до того до чего мы с вами ведь и сам печально что тем дальше мы кукатимся тем дальше нам еще страшнее когда все призывают когда кто тут призывает добро знаете при зло пресечь самом начале никому это ладно пусть играется в эту войнушку там или еще что-то этих патриотов ура патриотов вот до чего когда можно было сказать никто не говорил когда не пытались даже вот когда твой ребеночек там на кого-то замахнул с веточкой да да ладно играется там подумаешь кошку ударил веткой сегодня кошку ветку ударил ты мне ничего не сказал завтра он будет в лоб стрелять собственным родителям вот до чего все это приводит у нас в современности реальный пример реальный пример как средний грешник превращается просто в дьявола самого настоящего дьявола для которого жизнь не то что там слезы свобода здоровье человека благополучие его материальное нет жизнь ничего не значит просто ломает хребты все сметает все на своем пути неважно свой чужой просто без разницы это просто дьявол который рвет и мечет все вокруг и мы с вами на сегодняшний день мы только 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 летим с бугра только свалились лететь нам еще и днищу и неизвестно какой мы будем пробивать это все так просто не не закончится это закончится все очень ужасно вот так на какой-то позитивной ноте у меня даже желание нет заканчивать ну конечно в свое время мы все во всеобщем покаянии сольемся во всемирной любви но это будет во-первых не на этой земле вот и еще совсем не скоро а сегодня мы с вами находимся в самом настоящем аду с лепленными зачастую своими собственными руками я всем кто способен открыть свое сердце и если вы до этого раньше не доходили если вот это все попускали конечно сегодня измениться я не призываю вас там как-то выступать это ваше личное дело вот это уровень вашей святости свободы веры вам сам даст понять что вам делать сегодня ну как минимум пусть даже без активных действий за добро хотя бы отрекитесь от зла никогда никого не слушайте это дерьмо больше никогда в жизни всячески от него отворачивайтесь и никогда никому не поддакивайте ну и хотя бы простое слово от себя если вам это дерьмо пытается впихивать хотя бы скажите что мне это не надо я думаю что за это еще не знаю что будет конечно скоро наверно за это уже будет то есть должен либо хлебать и одну кровь с ними пить вы знаете любые преступники они всегда пытаются помазать человека кто знает когда преступные группировки они так скажем нового члена принимает он должен обязательно принять участие в первом каком-нибудь ужасном деле да ну чтобы одной крови одним преступлением быть связанным если он даже потом решит отвалиться пусть это какой-то грубо рядом в пг бухгалтер да но он должен принять участие в каком-либо убийстве там чтобы быть вместе с ними нашли он потом не будет всегда в убийствах там нападениях участвует пусть он там будет листовки раздавать или пропагандист но он должен реально принять реальное участие живое может быть личное даже в убийстве кого-то чтобы быть в этой одной одним преступлением связанным да и чтобы он уже не смог просто так чистеньким уйти вот это то же самое поэтому это вам решать на какой стороне быть желаю вам выбрать всем правильный единственный истинный путь это путь добра и любви миротворчества жертвенной любви м м м Субтитры создавал DimaTorzok